давайте сейчас поговорим про виртуальную валюту на сайте а именно пакеты баллов что это такое как это настраивается то есть вы можете создать любое так сказать число тарифные планы тарифную сетку виртуальной валюты на сайте то есть например 500 баллов чтобы можно было приобрести на свой аккаунт это будет стоить например там 100 рублей то есть 100 реальных рублей человек оплачивает онлайн например на вашем сайте вам попадает эта сумма на ваш баланс в системе например робокасса где вы можете потом вывести эти деньги на свой кошелек и человек взамен получает 500 баллов который может расплачиваться по-разному например поднять объявление выше или выделить объявление как-то и эти баллы соответственно тратится с его аккаунта в общем надо посмотреть как это создается как это вывести на страницу фронтальной части сайта вообще чтобы видеть эти тарифные планы да и также какую-то статистику да то есть если тут есть вы вывод то есть сколько потратил там и так далее то есть в админке джекласса fields это у нас вот они пакеты баллов если мы сюда зайдем то есть две кнопки пакеты баллов это список баллов и добавить пакет ну соответственно создать новый пакет если мы посмотрим в демо данные в квик старт здесь есть примерный показ три варианта то есть вот цена рубль 2 рубля 500 рублей и показаны баллы на 1000 баллов 500 баллов и так далее то есть для начала нужно создать хотя бы несколько пакетов баллов нажимаем здесь создать добавить пакет первое поле имя но я просто поставлю один дальше баллы например сразу давайте 500 баллов на баланс цена 500 баллам но я к примеру 100 рублей опубликовано какое-то описание и нажимаем сохранить после сохранения внизу мы можем эти баллы привязать к определенным группам пользователей например у нас есть какие-то прелегированные пользователи то есть какие-то менеджеры то есть нам нужно чтобы для них не работали вот эти баллы например чтобы были все все бесплатно или какие-то администраторы там не знаю здесь можно поставить галочки ограничение по группам ну ограничения меня нет один пакет мы создали здесь мы нажимаем с вами сохранить и создать здесь 2 второй пакет например 1000 баллов 200 рублей состояние опубликовано сохранить и создадим 3 3 вариант например 5000 баллов цена ну 500 пускай будет сохранить закрыть 3 пакета создали следующий шаг нам нужно как-то представить тарифную сетку внутренней валюте на сайте для этого мы с вами переходим меню моим меню нажимаем создать выбрать диджей класса feels здесь у нас есть два варианта пакеты баллов и баллы пользователей давай сначала рассмотрим пакеты баллов выбираем так и назову пакеты баллов меню май меню и родитель давайте мой аккаунт то есть пускай видно будет это в моем аккаунте когда человек авторизован на сайте сохранимся пойдем на сайт мой аккаунт пакеты баллов и так что мы с вами видим три тарифных плана 123 соответственно здесь можете сознательное какое-то название там до тарифом старт профи премиум или вип как-то назвать по-своему соответственно описание то что где я писал здесь можно у каждого добавить описание какое-то и показано баллы 500 цена одного балла 0 2 рубля соответственно здесь мы с вами делали 1000 и 5000 баллов соответственно если я нажимаю купить мы видим с вами картину до пакет баллов здесь скобках название тарифного плана вы назовете как-то по-своему 100 рублей баллов получит человек 500 цена одного балла 0 2 рубля цена 100 рублей всего и соответственно мы с вами ранее выбирали галочку показывать во всех областях где-то необходимо именно политику как раз здесь она тоже необходима то есть выбора вот это все правильно все хорошо что здесь это все есть что нам не придется об этом заморачиваться никаких проблем законом не будет ну и способ оплаты естественно внизу ничего нет здесь можно будет настроить разные способы оплаты чтобы человек оплатил причем мы можем даже тестировать способ оплаты то есть чтобы не тратить реальные деньги на за свое же объявление да то есть на своем же сайте а просто протестировать процесс работы попробуем настроить paypal эти плагины они уже платежные они уже есть он они у вас отключены в системе мы сейчас в ближайшее время их рассмотрим вот этот paypal просто вот когда мы настроим баллы отсюда отталкивается много чего то есть баллами вообще что мы можем оплачивать да то есть само объявление то есть какие-то категории мог быть платные какие-то бесплатные вы там сами для себя решите количество символов описания то есть описание у нас может быть ограничено мы с вами это настроим и за дополнительное описание можно взимать плату и за дополнительной фотографией например пять штук мы вами с вами делали бесплатно дополнительные фотографии будут платные то есть это все можно оплачивать как и просто наличными деньгами так и баллами то есть мы сейчас рассматриваем систему баллов поэтому мы про баллы говорим давайте пройдемся по настройкам посмотрим что нам желательно для этого активировать зайдем с вами панель управления настройки в глобальных чуть прикрутить ниже когда будете использовать продвижение объявлений у нас сейчас отключено то есть продвижение объявлений это когда объявление уже добавлено на сайт прошло какое-то время объявление спустилась вниз потому что люди другие люди добавили свои объявления где будут баллы использованы до прокручим чуть вниз настройках глобальных а вот если мы включим использовать продвижение положение да здесь есть некоторые параметры также цена продвижения переместить вверх в баллах то есть назначит цену в баллах за перемещение объявлений вверх объявление человек добавил на сайт добавили потом другие люди объявлений и, соответственно, тот, кто добавил объявления ранее, оно помещается вниз. Его уже меньше видят, меньше смотрят люди. Соответственно, те, кто объявление размещают, они это понимают. И те, кто могут себе позволить и кому это нужно продвинуть объявление, они могут за баллы продвинуть объявление, предварительно купив эти баллы на сайте, да, то есть комплект баллов. Соответственно, там нужно как-то выбрать цену, чтобы человек мог потратить, например, энну сумму денег и приобрести, например, какой-то такой пакет баллов, чтобы он мог этими баллами распоряжаться несколько раз, а то есть не единожды, например, 100 рублей заплатил и эти баллы у него расходуются, например, хватит этих баллов, например, за три каких-то продвижений, то есть тогда будет смысл в этих баллах, а не просто прямая оплата деньгами на сайте. В разделе специальные настройки объявлений ниже «Использовать пакеты баллов». У нас стоит «Нет» и здесь есть выбор. Да, оплата только баллами, да, оплата баллами и обычная оплата. Здесь уже на ваше усмотрение. Если вы хотите сделать только внутреннюю валюту, тогда у вас люди будут покупать только внутреннюю валюту и оплата будет только с этими баллами. Но можно, видите, здесь еще выбрать оплату и деньгами, то есть сразу онлайн-платеж и баллами. Но давайте я сделаю, выберу для оплаты только баллами. Также в самом низу списка настроек «Оплата символов», «Описание». Как я уже говорил ранее, что можно сделать ограничение из-за дополнительного описания, например, «Большое описание», «Взымать также оплату». Вот оплата символов, выбираем «Да», и ниже уже можно будет настроить ограничение, лимит, цена символов, описание, цена символов, описание в баллах. То есть, соответственно, ноль – это значит, нет ограничений. И, соответственно, здесь продумайте цену в баллах. Далее, выходим из глобальных настроек, просто перейдем в DJ-классы Fields. Категории. Какие-то категории, либо все платные, либо определенные. И как назначить? Вот даже здесь я сделал сельское хозяйство, например. Оно платное. Здесь вот даже видно, цена 50 рублей, в баллах – это 100 баллов. То есть, как назначается? Вот здесь у вас бесплатно, снимаете бесплатность обязательно, назначаете цену, и цена в баллах – 100 рублей. Ну, к примеру. И сохраняетесь. И, соответственно, вот так вот пройдитесь по всем категориям, где у вас есть цена. И что получается на сайте? Если я нажимаю «Добавить объявление», то я вижу напротив объявлений сразу, видите, автоматически здесь будет подставляться цена. То есть, как только назначаем цену категории, сразу здесь цена подставляется – 50 рублей. Итак, что происходит, когда мы в глобальных настройках, да, вот здесь глобальные, настройках DJ-классы Fields, на вкладке «Специальные настройки объявлений» использовать пакеты баллов. Если мы выбираем «Да, оплата только баллами», что происходит на сайте? Это же нужно как-то показать, сказать пользователям, что на сайте действует такая вот система намного выгоднее. И автоматически у нас уже подставляется все. То есть, вот я сейчас как гость зашел на сайт с другого браузера, нажал «Добавить объявление», и тут автоматически уже дефолтный текст идет, и все нормально. Видите, на этом сайте вы можете платить за дополнительные услуги при помощи специальной системы баллов. Это удобнее и дешевле для нескольких объявлений. Вы можете найти пакеты на странице «Пакеты баллов». То есть, здесь сразу уже автоматически все проставляется. То есть, вот я нажимаю «Пакеты баллов», и мы попадаем с вами на ту страницу, которую мы с вами сделали уже. Соответственно, человек будет сразу на этой странице понимать. И что происходит в категориях? Здесь меняется. Помните, здесь стоило 50 рублей, когда стояла прямая оплата. Когда мы выбрали платить только баллами, выбрали для себя. Соответственно, здесь, видите, пишется 100 баллов. Оплата, то есть 100 баллов за размещение в категории «Сельское хозяйство». Теперь давайте рассмотрим платежный плагин PayPal. То есть, если мы с вами находимся вот в настройках, да, DJ Classifils, то здесь вот есть плагины. Переходим в плагины, и вот видим отключенные плагины платежных различных систем. Видим, здесь вот есть PayPal. Можем сразу его включить, перейти внутрь в настройки. Но сейчас я вам покажу, как это настраивается и как использовать это в тестовом варианте. На самом деле, видите, настройки есть немного. Если у вас нет аккаунта PayPal, то, конечно, вам надо там все зарегистрироваться. И тот email, который вы использовали при регистрации в PayPal, соответственно, нужно указать его вот здесь. У меня email используется вот такой. Дальше, смотрите, тест. Тестировать ли платежную систему? Конечно, выбираем «Да». То есть, смотрите, пока вы тестируете, то есть, чтобы вы реально не заплатили на своем же сайте со своего аккаунта PayPal за объявление, то есть, зачем вам, да, потратить деньги? Здесь надо протестировать. То есть, процесс теста, он, по идее, должен быть такой же реальный, как и реальная оплата. И вы включите в положение «Нет», когда вы все проверите, у вас все будет работать, все нормально. И когда вы сайт уже запустите в интернет, тогда можно будет тест, мод поставить в положение «Нет». Пока тестируем, естественно, «Да». Дальше, валюта. Ну, валюта, которая используется также в PayPal, которая на сайте, естественно, если России, то это рубли. Поэтому здесь я выбираю, просто «Ру» ввожу, чтобы быстрее найти. И вот российская, вот она «Раша», да, находит. Российский рубль выбираем. Дальше, смотрите, «Кастом лого». Можете выбрать, ну, я выберу свой логотип, то есть, логотип вашей компании. И дальше два «Урла». Первый «Урл», полный «Урл» перенаправлений при успешной оплате и при отказе. Ну, то есть, отмена оплаты. Например, человек там решил не оплачивать. И вроде как должно, если эти поля пустыми оставить, должно перевести на главную страницу вашего сайта. Я еще не пробовал, но можем посмотреть. То есть, эти поля не обязательно заполнить. Вот они, в принципе, все настройки, да, но учитывая, что у вас должен быть настроенный PayPal аккаунт. То есть, зарегистрированный. Там ничего сложного нет, да, такая же обычная регистрация. Я вам вот покажу вкратце, да, что вот PayPal сейчас выглядит так. Платежная система. Просто регистрируйтесь тут и все. Дальше нажимаю «Сохранить» и «Закрыть». Давайте посмотрим, проверим. Перейду пакеты баллов. «Купить». И мы видим, красиво отображается наша первая система, включенная PayPal. И кнопка «Купить». Итак, я зайду с другого браузера как гость. Нажму «Добавить объявление». Например, сейчас просто назову там «Тест». Категория «Сельское хозяйство». Цена самого объявления. Например, цена договорная. Описание. Так, описание какое-то. Дальше. Обязательно местоположение. Регион. Адрес необязательный. Контакты. Что-то напишу. Email. Я согласен. Сейчас просто смотрим, что произойдет, да. Скорее всего, нужна будет регистрация, потому что это для зарегистрированных пользователей, наверное, баллы. Сохранить. Мы должны увидеть все процессы, все страницы, которые у нас присутствуют, да. У нас вот есть «Назад». К редактированию объявления. «Информация о платеже». Категория 100 баллов стоит. Соответственно, ставим галочки, что согласны с политикой. И способ оплаты. Видите, сразу перебрасывать пакеты баллов. Доступно 0. И сразу «Купить баллы». Давайте посмотрим. «Купить баллы». Нас перебрасывает в новую вкладку на эту страницу. Давайте попробуем купить. Ну, сразу вот 5000 баллов. «Купить». И вот, видите, происходит такая ситуация. «Сообщение. Пожалуйста, войдите на сайт». И внизу «Авторизация». То есть, модуль для авторизации. То есть, я считаю, что это, наверное, обязательно, да. То есть, бесплатные объявления у нас добавляются. Регистрация не требуется. А для того, чтобы человек разместился в платных категориях, я считаю, что регистрация должна быть в любом случае. Вот. Поэтому здесь регистрация нужна. Я сейчас зарегистрирую тестового пользователя. Соответственно, для тех, кто не знает, как это из админки сделать, пока вы тестируете, да. Пользователи, менеджер пользователей. Видите, здесь я только один. Мы нажимаем «Создать» и создаем тестового пользователя. То есть, имя пользователя «Тест», «Логин», пускай тоже будет «Тест», «Пароль». «Подтвердить пароль». «Имейл» какой-нибудь. И нажимаем «Сохранить». Итак, зарегистрировали пользователи «Пользователи тест». Эту страницу, наверное, скорее всего, надо обновить. Вот. И пробуем. «Тест», «Пароль», «Запомнить меня», «Войти». А нас прибрался на страницу. Смотрите, она уже изменилась. Пакеты баллов. Мы сейчас авторизованы, да. Пакет баллов 3. 5000 баллов. Получим. Значит, цена. Ставим «Согласны». И видите, здесь внизу уже меняется сразу на PayPal. Купить. Пробуем. Идет перенаправление на PayPal. Пожалуйста, подождите. И, в принципе, здесь у нас показано, видите, нам нужно авторизоваться через PayPal, чтобы провести, ну, вот этот платеж тестовый. Так, авторизуюсь. В общем, покопавшись в настройках, какие-то проблемы здесь, как я понял, с тестовым периодом, с тестовым, с тестовой настройкой данного плагина, потому что не получается авторизоваться. Возможно, это связано потому, что я пытаюсь авторизоваться под аккаунтом продавца. То есть я продавец с этим «Эмейлом», и под этим же «Эмейлом» я пытаюсь произвести оплату. То есть, чтобы протестировать, скорее всего, нужна какая-то еще учетная запись PayPal с другим «Эмейлом». Тогда получится, скорее всего, протестировать. Я попробовал включить, то есть отключил тестовый режим, чтобы оплата была реальна. И система тоже, видите, выдает, что вы пытаетесь войти в учетную запись продавца, у которого совершается эту покупку, изменить учетные данные. То есть вот об этом и говорится. То есть, к сожалению, у меня нет сейчас учетные записи PayPal 2, чтобы вам показать наглядный процесс. Тут на самом деле ничего сложного нет. Как я вам ранее объяснил, регистрация в PayPal, настройки плагина PayPal вы видели. Вот они здесь все минимальные. И здесь все будет нормально. Если вы хотите прям протестировать и увидеть, как это действительно работает, то надо, скорее всего, завести еще одну учетную запись PayPal с другим «Эмейлом», чтобы проверить. Или, там, не знаю, у какого-то друга, у кого есть PayPal аккаунт, попросить проверить. Вот. Или же, если действительно есть проблема какая-то с тестовым периодом, возможно, будет написать разработчику, чтобы он ее исправил. Но, скорее всего, когда тестовый режим отключим, скорее всего, здесь все будет работать нормально. Также не забывайте, если мы с вами зайдем в DJ Classy Fields, зайдем в «Сроки». Здесь тоже, во-первых, можете создать различные сроки, удалить эти сроки или изменить их. Мы с вами подробно еще не говорили, но вы здесь можете установить цену и, естественно, цена в баллах. Попозже, возможно, до этого дойдем, когда будем настраивать, то есть срок публикации объявлений на сайте, после чего автоматически объявление снимается с публикации. Также здесь цена изображений. Видите, стоит по умолчанию из параметров, то есть это в глобальных настройках можно выставить. Мы еще это не трогали с вами, но здесь можно снять галочку и настроить индивидуальные цены для тарифа на 7 дней. И также есть цена символов. То, что я говорил, символ — это символ описания. Также по умолчанию из параметров, то есть из глобальных настроек DJ Classy Fields, это можно настроить или же снять галочку и настроить индивидуальную цену также для тарифа на 7 дней. И также это настраивается для любого другого тарифа на любой другой промежуток времени. Также давайте рассмотрим размещение кнопки платы PayPal напрямую, то есть человек, который заинтересовался объявлением, вот здесь вывести кнопку «Оплатить через PayPal», то есть минуя сайт, сразу оплата за объявление, то есть сразу оплата за товар человеку, который разместил данный товар на этом сайте. Здесь такая настройка есть, давайте ее посмотрим.